Андрей Николаевич представил нового председателя комитета по образованию Татьяну Токареву. Его заместитель по социальным вопросам Александр Новиков доложил, что образовательные учреждения готовятся к новому учебному году. 11 августа на открытой скейпольной площадке состоится кубок по личному скейпболу 3х3, освященный 25-летию концерна Росонограда. И 12 августа на скейпольной площадке также состоится региональный этап Российского фестиваля нового скейпола «Оранжевый мяч». Заместитель главы по экономике Антон Шестеряков пригласил 3 августа предпринимателей среднего и малого бизнеса в Смоленск на семинар по закупкам. Коммунальные службы готовят город к осенне-зимнему периоду. По тепловым сетям города практически закончена работа. Сегодня все потребители питаются без ограничений. И по горячей воде, и по холодной воде завершены испытания в городе, в том числе и в последнем третьем микрорайоне. Относительно успешно выявлен сегодня дефект, поэтому на этой неделе планируем завершить ремонтную кампанию по тепловым сетям. Светлана Головачева доложила о работе Комитета по культуре, спорту и молодежной политике. 4 августа, 18.00, состоится открытие международного фестиваля «Тяжелая вода-2017» на скалатроне. Программа фестиваля расположена на сайте и на афишах по поводу. 6 августа состоится кросс-гандикап «Березка» в 10.30 в районе деревни Гемена. Начальник информационной службы Наталья Барханоева рассказала о том, что 29 июля на берегах водохранилища прошел байк-рок-фестиваль. Служба занятости города сообщила, что уровень безработицы составляет 1,06%. Редактор субтитров А.Семкин